В городском историческом музее состоялось открытие персональной выставки талантливой эсбестовской художницы Людмилы Дмитриевой. На открытии побывала и наша съемочная группа. В городском историческом музее царит праздничная атмосфера. Звучат песни, слова поздравлений и восхищения. Сегодня здесь проходит открытие персональной выставки талантливой эсбестовской художницы Людмилы Дмитриевой, которая на днях отметила свой 70-летний юбилей. Есть удивительный в эсбесте человек Дмитриева Людмила Николаевна, художник, которого я знаю очень много лет, уважаю, кроме того, являюсь почитателем ее творчества. У меня есть картины в своей коллекции Людмилы Николаевны. Мне очень импонирует то, что в ее творчестве это не только природа, не только какие-то знаковые объекты нашего города, но и люди, которых знают, любят, уважают. Простые люди с красивыми, открытыми лицами. Людмила Николаевна пригласила меня на юбилейную выставку. Я с удовольствием откликнулся. Поздравить Людмилу Николаевну с открытием выставки и юбилейной датой пришли несколько десятков человек. Среди них первые лица города, коллеги по творчеству, родные, а также просто друзья и неравнодушные к творчеству Людмилы Дмитриевой горожане. Для виновницы торжества звучат слова поздравлений и благодарности. Такие выставки, такие мероприятия для меня, как главы города, как депутата, принципиально важны, потому что это врождает в нас уверенность, что мы будем, мы состоимся, мы умеем и город будет жить дальше, потому что есть такие картины, есть такие люди, как вы, а самое главное, есть такие люди, как наши. Спасибо. Уникальные картины, уникальные пейзажи. Вот смотришь на ваши работы, и ощущение, как будто бы ты видел это вчера. Видел вчера это, проезжая по Белокаменному или на Изумруде. Понимаю, я вижу, что подписаны картины, что это за дома. Но такое ощущение, что вы показали нашу деятельность, с ними пейзажами, такой, какая она есть. Я был бы вам очень благодарен и признателен, если бы вы откликнулись на предложение завязанного собрания, выставить ваши картины на нашей экспозиции. Я, во-первых, большое спасибо вам хочу сказать за то, что предоставили возможность всем нам посмотреть в очередной раз замечательные ваши работы. И, конечно же, присоединяюсь к словам поздравлений. Сегодня вот и выставка, и вся ваша жизнь говорят о том, что вы это светлое, красоту творчество сеете. Поэтому здоровья вам, благополучия. На персональной выставке Людмилы Дмитриевой представлено более сотни работ. Это великолепные пейзажи, натюрморты, портреты и виды родного города, написанные в традициях русской реалистичной живописи. По словам автора работ, занятие творчеством для нее – это способ выразить свое отношение к окружающему миру. На этой выставке представлено более ста работ моих. 50 картин о нашем городе, это серия «Мой любимый город». Далее идут натюрморты, цветы и «Моя деревня» серия. Я сначала как-то рисовала больше цветов, потому что красота цветов поднимает настроение, радует вот это. А потом как-то увлеклась вот еще и городом. Людмила Николаевна увлеклась художественным творчеством еще в детстве. Начинала заниматься в эзо-студии под руководством известного азбестовского художника Виктора Соборова, после чего продолжила свое увлечение. Сейчас на ее счету уже несколько персональных выставок. Рисовать я начала с детства. А потом вот, когда мне было 16 лет, в 11 классе училась, я пришла в студию Виктора Николаевича Соборова. Это мой учитель. И далее уже как-то и сама училась. Виктор Николаевич всегда был рад мне помочь, всегда вдохновлял меня. Он сам большой любитель природы. И меня только просил Людочка, только на природе, только с природы и с натуры всегда. Вот он всегда вот этого хотел. Вот я ему очень благодарна за это. Полюбоваться работами Людмилы Дмитриевой можно будет до сентября в городском историческом музее. Как оказалось, почитателей творчества Людмилы Николаевны достаточно много. По словам гостей выставки, ее картины буквально завораживают, заряжают теплом и позитивными эмоциями. Людмилу Николаевну знаю уже с детских лет. С 15 лет мы вместе с ней в Дворце культуры. Я часто на выставках был, видел ее работы отдельные, но их было немного. А вот сейчас они оформлены, и она как бы их собрали вместе. Очень хорошо оформлены, я просто удивлен. А многие работы я даже не видел. Но все работы ее от души просто. Ее картины всегда действительно очень яркие. Они такие светлые, и от них исходит какая-то такая очень хорошая аура. Людмила Николаевна, это действительно прекрасная женщина, великолепная женщина. У нее много тепла, доброты. Вот то, что она отражает в работах, это же от нее эти же качества исходят и на людей. Людмила – выдающийся живописец. Выставка просто великолепная, блистательная. Такой тончайший живописец, колористый, просто божественный. Кроме персональной выставки у всех гостей, здесь же в музее, была возможность подписаться на газету «Азбестовский рабочий». Среди первых подписавшихся – Владимир Власов. Заместитель председателя правительства Сыровской области регулярно читает газету и интересуется жизнью родного города. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова